Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодня наша тема по предмету «Национальная идея стратегии развития Узбекистана» называется «Совокупность национальных и общечеловеческих традиций в идеологии общества». Именно независимость нашего государства позволяет им опираться в своем развитии на ряд важнейших составляющих его факторов, таких как менталитет нашего народа, его обычаи, традиции, исторический память, образ и уклад жизни, который позволяет войти в нашему государству в мировую цивилизацию. Просвещение нашего государства издавна исторически играло важную роль в развитии культуры. Просвещение как таковое опиралось не только на религиозные догмы, но и наши традиции, на свое творчество, совершенствование нашего государства и общества, расцветие его духовной составляющей, общества как изнутри, так и снаружи. Поэтому культура и просвещение всегда имеют важную роль в развитии нашего государства. Духовный мир человека Духовный мир человека, как философское понятие, включает в себя внутреннюю жизнь человека, зависившую от внешних и внутренних факторов. Так, при воспитании ребенка в семье, воздействие в первую очередь оказывают его родители. С одной стороны, как мать, хранитель очага, с другой стороны, отец. Поэтому Духовный мир человека непосредственно связан с его социальным положением в обществе каждого человека и его роли в обществе. На Востоке общечеловеческие ценности носили главенствующий характер и имели приоритет сознания народа, как принцип национального ценности. Такие понятия, как жить в дружбе, добрососедство, добрососедство, мир и согласие, это носило коллективный характер. Признание священного смысла понятия «семья, махаля, родина» это в нашем менталитете закреплено было с древнейших времен. Любовь к языку, к источнику духовности нации, почитание женщины, как алицетерия любви, красоты и нежности, воспевалось нашими поэтами. Терпеливость и милосердие, особенно трудолюбие, отмечалось еще древними путешественниками, такими как Афанасий Никитин. Честность приветствовалась в торговле, в социальных отношениях. Уважительное отношение к старшим, к родителям и к окружающим сохранилось до сего времени. После обретения независимости, в начальный период, в отсутствие национальной идеологии, возник идеологический вакуум. В который, с одной стороны, хлынула западная идеология с восхвалением однополых браков и других культурных ценностей, в кавычках. С другой стороны, восточная, террористическая, религиозно-экстремическая идеология, которая в основном стала воздействовать на умы и психику молодежи, восхваляющий овенизм, национализм, религиозный экстремизм, который воздействовал на наиболее уязвимую часть населения. В целях обеспечения информационной безопасности против идеологических атак, как западной идеологии, так и восточной, чуждой идеологии, необходимо было разработать локальную и глобальную информационную структуру обеспечения безопасности с целью разработки виктимологического иммунитета в борьбе против чуждых идей и взглядов и обеспечения интересов общества и национальной идеи, спокойствия и порядка в государстве. В целях обеспечения личных, политических, экономических, социальных и культурных прав человека Республика Узбекистан сформирована и продолжает разрабатывать «Система законодательства по защите прав человека», которую вы увидите на следующем слайде. Спасибо за внимание.